Скажите, ребят, есть ли среди вас те, кто... Мне интересно, сколько народу вообще регулярно проводит нагрузочное тестирование? Несколько рук есть. Хорошо, замечательно. А есть ли среди вас те, кто смотрит на результат нагрузки и сразу же сходу говорит, вот здесь у вас проблема? Уже практически никто. О, один человек есть. Замечательно. А вот. Так, а кто для этих целей пользуется Яндекс.Облаком? Ну, может быть, сейчас после доклада станет народу больше. Собственно, представляю Григория Липина. Он расскажет вам сегодня о нововведениях, собственно, в Яндекс.Облаке. А также, есть ли среди вас те, кто был на моем утреннем докладе? Вот. Если вы задумались, а как бы создать себе такой же сервис на груз-тестирование, не спешите нанимать команду разработки, возможно, вам она не понадобится. Ну что же, начинаем? Да, начинаем, Иван. Так, всем привет. Меня зовут Липин Григорий. Я занимаюсь нагрузочным тестированием в компании Яндекс. И сегодня мой доклад посвящен будет, собственно, той же моей профессиональной деятельности нагрузочному тестированию. Но в рамках доклада я хочу зайти немножко дальше и поговорить не просто про нагрузочное тестирование, а про то, что случается после того, как мы проводим нагрузочные тесты. Мы поговорим о том, как мы анализируем результаты, как мы дальше планируем мощности для нашего тестируемого приложения в реальной жизни, сколько им нужно выделить ресурсов в продакшне. А также рассмотрим, какие случаи пиковой нагрузки бывают в реальной жизни и как мы с этими пиками можем, в принципе, бороться, в том числе, если наша инфраструктура живет в Яндекс.Облаке. Итак, поговорим немного про анализ результатов. Все мы нагрузочные тестировщики, и, как правило, когда проводим нагрузочный тест, мы анализируем результаты. Результаты у нас могут быть в виде графического представления, в виде неких табличных данных со статистикой о том, как наш нагрузочный тест прошел. Либо мы смотрим консольный вывод, наши любимые утилиты нагрузочного тестирования и анализируем эту статистику, принимаем решение, все хорошо с нашим тестируемым сервисом или все плохо. На что конкретно мы смотрим? Ну, самые важные метрики — это для нас времена ответа нашего сервиса, то есть как наше тестовое приложение живет под нагрузкой, были ли у нас какие-то ошибки в процессе нагрузочного тестирования, и если были, то сколько их было на самом деле, много или не очень. Также мы фиксируем скорость, то какую максимальную нагрузку выдержало наше тестовое приложение. Ну и самое главное, мы еще следим за стабильностью работы нашего приложения, насколько оно стабильно показало себя под той нагрузкой, которую мы на нее подаем. А дальше, с чем мы все эти метрики сравнимаем. Но, как правило, у нас уже есть ожидания о том, как наш тестовый сервис должен себя вести под нагрузкой. Эти ожидания могут складываться из предыдущего нагрузочного тестирования, когда у нас уже есть предыдущие результаты, мы просто сравниваем старые результаты с новыми и смотрим, деградировали они или нет. Ну, либо если у нас это новые сервисы, совсем никаких нет данных старых, или какой-то статистики из продакшена о том, как наш сервис живет, какие у него времена ответы, какие нагрузки, то мы обращаемся к требованиям, и все те же самые данные мы можем получить из требований, общаясь вместо с менеджерами, анализируя их ожидания. Требования могут дать нам критерии, и наши ожидания мы можем по временам ответа по ошибкам, по скорости, по стабильности, почерпнуть из требований и уже с этими требованиями сравнить полученные результаты. Дальше мы сравнили и поняли, все хорошо с нашим сервисом или все плохо. Если все хорошо, то мы его катим в продакшн. Но прежде чем выкатить его в продакшн, нужно каким-то образом рассчитать мощности, которые нам нужно развернуть под этот сервис в продакшне. Давайте для примера возьмем такой простой случай. У нас есть тестовый сервис, мы протестировали и поняли, что он держит примерно 100 запросов в секунду, а в продакшне мы ожидаем, что к нам придут пользователи, которые суммарную нагрузку дадут нам в виде 300 РПС. В самом простом случае у нас достаточно продакшн развернуть три сервиса, три сервера, три железки, каждый из них держит по 100 РПС, суммарно 300 РПС. Кажется, все нормально, мы эту нагрузку выдержим, но в этом случае у нас каждый сервис будет загружен на 100%, нам этого маловато, мы, как правило, добавляем какой-то запас. В данном случае добавим два сервера и суммарную производительность кластера у нас в этом случае будет 500 РПС. Реально при ожидаемой нагрузке у нас кластер будет загружен на 60% и 40% все будет свободно. Но обычно мы хотим развернуть нашу инсталляцию больше, чем в одном дата-центре, в одной локации, поэтому мы, когда говорим о том, что у нас будет два дата-центра, равномерно эти машинки между дата-центрами также распределяем. И вот на данном примере мы видим, что мы в каждый дата-центр поселили по три машинки, суммарная производительность кластера у нас 600 РПС, отдельная инсталляция держит 300 РПС в каждом дате-центре. И в случае, если у нас откажет один дата-центр, и мы про это должны всегда думать и уметь жить с учетом минус одного дата-центра, у нас опять появляется ситуация, когда у нас остается всего лишь один ДЦ, три сервера, и кластер загружен на 100%. Это плохо, мы хотим иметь запас, поэтому мы в кластер добавляем еще серверов. И получается вот такая картина, когда у нас два ДЦ, по пять серверов в каждом дата-центре, суммарная производительность кластера без деградации 1000 РПС, и мы имеем трехкратный запас относительно ожидаемой нагрузки, либо если мы теряем один ДЦ, то у нас тоже остается запас 40-процентный и реально 300 РПС, с учетом потери одного дата-центра, нас также не сложат под нагрузкой. Та же самая логика, и в случае, если у нас больше, чем один дата-центр, три, четыре, пять, все то же самое, тот же самый принцип при планировании мощностей. На самом деле мы здесь закладываемся на то, что в этом примере, что у нас запас будет трехкратный, но достаточно ли этого трехкратного запаса или нет, или может быть нам нужно больше держать серверов и ждать, что к нам нагрузка придет больше, как бывает в реальной жизни. Вот здесь пример графика нагрузки на сервис Яндекс.Карты, это график нагрузки за неделю, здесь мы видим, что первые пять пиков, это нагрузка в будние дни с понедельника по пятницу, а суббота, воскресенье, это выходные дни, нагрузка, как правило, меньше, люди меньше пользуются картами, там пробками. Но что случается, когда у нас прилетает пиковая нагрузка на Яндекс.Карты, и какая она на самом деле может быть? Вот здесь схематично я отобразил, на пятом пике это пятница, вот такой вот высокий рост нагрузки, когда он бывает, это обычно конец апреля, когда начинается дачный сезон в московском регионе, и люди активно едут на дачу, и в это время все вылетные магистрали в городе забиваются, люди активно пользуются Яндекс.Картами, смотрят пробки, как им быстрее строить маршрут, как проехать, где свободнее, где нет, и это случается ровно там ближе к вечеру, там чуть ли не даже не часов, 5-6 вечера, когда у всех заканчивается рабочий день. И такие пиковые нагрузки, они могут достигать значения примерно x5 от обычной нагрузки, скажем там, в феврале или в марте. Еще пример сезонности и пиковые нагрузки, это вот сервис Яндекс.ЕГЭ. Несколько лет назад был запущен веб-сервис, который позволяет школьникам и будущим студентам решать в онлайне задачки на ЕГЭ похожие на те, которые будут потом на едином госэкзамене. И вот здесь график нагрузки представлен, где-то с начала апреля до конца июня, видно, что в апреле-май на самом деле никто не хочет решать задачи из единого госэкзамена, но чем ближе начало июня, пользователи активно-активно заботятся о том, чтобы лучше подготовиться. И вот нагрузка может очень сильно вырасти на такого вида сервиса. Если мы видим, в начале апреля было меньше миллиона хитов в сутки, то как раз в начале июня это подскочило больше, чем 20 миллионов хитов в сутки. Это вот еще один пример такого сервиса, который имеет сезонный характер нагрузки и пики относительно обычных дней могут быть очень большими, и к таким пикам нужно уметь готовиться, и про такие пики нужно все время думать для того, чтобы быть к ним готовыми. Как легче переживать пиковые нагрузки? Ну, на самом деле, если вы живете в железках, а не на железках, а не в облаках, а на железе, то вы можете заранее нарастить свой кластер, но, как правило, такое масштабирование, оно делается вручную. Нужно вручную налить кластера, установить операционки, раскатить туда софт, подключить его к балансеру, чтобы в нужное время че, когда мы ожидаем пиковую нагрузку, у нас было достаточно мощностей, но это очень долгое. Если вдруг большая нагрузка к нам прилетела внезапно, мы к этому не готовы, то при жизни вне облаков на реальном железе реальное масштабирование кластера может быть очень долгим процессом. Также, если мы приготовились даже заранее, расширили у нас кластер, но и ждем время, когда к нам прилетит ажидаем пиковую нагрузку, у нас все-таки утилизация кластера будет ниже, то есть реальная загрузка серверов будет там единицей, ну десятки процентов, и это в свою очередь большое количество желез у нас простаивает, и это может быть в принципе дорого для нас, в целом для нас. Как вот эти все проблемы, минусы, жизнь в облаках может улучшить и может решить? Ну, в существующих облаках не только в Яндекс.Облаке, но и в других есть возможность автомасштабирования. То есть облако уже из коробки предоставляет инструмент, который позволяет нам в зависимости от нагрузки увеличивать размер нашего кластера. И чуть позже на примере мы с вами посмотрим, как это работает. Также соответственно скорость расширения автомасштабирования, она тоже гораздо быстрее, чем если бы мы жили на железе и делали это вручную. Ну и как следствие, третий аргумент это то, что мы более эффективно утилизируем ресурсы, когда мы наращиваем размер нашего кластера только при наступлении некого события, некой критичной утилизации кластера и добавляемого машинки. И также если нагрузка у нас упала, то мы эти машинки можем остановить, хлопнуть и тем самым наша вся инсталляция облачная будет стоить нам гораздо меньше денег. Жизнь в облаках на самом деле дает достаточно удобный инструментарий для того, чтобы управлять инфраструктурой. Это не только удобный веб-юай, но также удобный коммод-лайн-интерфейс для работы и разворачивания своей инфраструктуры. Также есть API, используя которую можно управлять своими процессами по разворачиванию и администрированию своей инфраструктуры. Также со временем облака развиваются и инструменты нагрузочного тестирования становятся доступными в том числе и внутри облачной инфраструктуры. Яндекс.Облако в этом смысле не исключение, и мы совершенно недавно запустили сервис под названием Яндекс.Лоу-Тестинг, который позволяет внутри Яндекс.Облака запускать нагрузочные тесты. Вы можете создавать генераторы нагрузки, агенты, которые использовали для того, чтобы генерить трафик на ваше тестовое приложение. Также в этом сервисе можно хранить отчеты с результатами теста и многократно к ним возвращаться, анализируя и сравнивая новые результаты со старыми. Также в тесте вы храните конфигурацию ваших тестов. Вам не нужно каждый раз там подкладывать какие-то конфиги, можно просто найти старый тест и перезапустить его. Также в Яндекс.Облако можно хранить ваши тестовые данные. Если у вас есть какой-то набор запросов и вы хотите его просто заново проиграть, вы его можете сохранить в облачном хранилище Object Storage и использовать его как источник данных для ваших тестов. И в облаке из коробки есть удобный мониторинг, которым можно отслеживать потребление ресурсов ваших тестовых инстансов и также генераторы нагрузки и все время знать, сколько вы утилизируете, насколько сильно вы утилизируете ресурсы, которые выделили вашему агенту или тестовым инстансам. Ну давайте теперь перейдем от слов к делу и вместе с вами запустим простой нагрузочный тест при помощи сервиса Яндекс.Лоу.Тестинг. Но для того, чтобы запустить нагрузочный тест, нам нужно какое-нибудь тестовое приложение, которое выступит для нас под опытным кроликом. Вот мы в качестве такого приложения возьмем сервис, который умеет сортировать числа, на вход на него по HTTP прилетает обычный пост-запрос, в теле которого есть вот инты, которые наше приложение будет сортировать. Внутри этого тестового приложения используется алгоритм пузырьковой сортировки, это максимально неэффективный по ЦПУ затратный способ сортировать цифры, но на самом деле нам это и не нужно делать быстро, нам самое главное нагрузить наш тестовый контейнер максимально по процессору. Внутри это приложение живет в докере, развернутый гуникорн и фласковое приложение, в котором собственно реализован этот алгоритм сортировки. Так, теперь переходим в Яндекс.Браузер и запускаем тест. Собственно, что заранее я подготовил? Мы сейчас видим с вами интерфейс Яндекс.Облако, здесь у меня создан уже фолдер, в котором развернуты у меня две виртуальные машины. Первая виртуальная машина это агент генератора нагрузки, вторая виртуальная машина это соответственно приложение, в котором мы будем, который будет сортировать, который мы будем нагружать. Дальше открываем сервис loadtesting и переходим на страницу со списком тестов. Давайте я разверну меню, чтобы увидим, где эти тесты живут у нас. И запускаем новый тест. Для того, чтобы запустить новый тест, мы просто нажимаем создать новый тест, выбираем агента, который мы будем использовать генератор как генератор нагрузки и указываем тестовые данные, которые мы будем отправлять на наши тестовые приложения. Чуть позднее мы посмотрим, как они выглядят. Дальше. Для того, чтобы запустить тест, нам нужно описать конфигурацию нашего теста. Интерфейс сервис loadtesting позволяет сделать двумя способами. Либо заполнить UI форму, в которой мы хотим указать IP-адрес нашего теста сервера, схему нагрузки и ряд других параметров, либо можно всю эту конфигурацию задать просто через конфигурационный файл. Мы переключаемся на вкладку конфигурационный файл и прикладываем уже заранее заготовленный конфиг в формате ямля, в котором описывается достаточно много полей, в том числе и схема нагрузки, которую мы будем с вами подавать. Дальше мы чуть подробнее этот конфиг рассмотрим, и все, что нам осталось, это нажать кнопку создать, и у нас запустится наш тест. В данный момент у нас на генератор нагрузки пришел запрос с нашими тестовыми данными и с конфигом. Агент внутри себя запускает генератор нагрузки Pandora, который передает этот конфиг, и Pandora начинает отправлять запросы и собирать уже в реальном времени статистику. Вот мы видим, что у нас уже появились первые данные о работе нашего приложения под нагрузкой. Здесь мы видим, что мы сейчас на приложении подаем примерно 700 запросов в секунду, и отвечает она нам, половина запросов примерно в 5-6 миллисекунд укладывается. Итак, пока идет тест, давайте переключимся на конфиг этого теста и посмотрим на ту схему нагрузки, которую мы с вами сейчас хотим подать на тестовое приложение. Схема сейчас в данном случае выглядит вот так вот. Мы подаем 700 запросов с постоянной нагрузкой в течение одной минуты, нагружаем наше тестовое приложение, а дальше линейно от 700 до 1500 запросов в секунду мы в течение 4 минут увеличиваем эту нагрузку. Потом ее 4 минуты держим, и дальше нагрузка у нас падает до единицы. Что мы хотим сейчас воспроизвести? Мы хотим по максимуму нагрузить наше тестовое приложение и посмотреть, как оно будет, как инфраструктура под этим тестовым приложением будет автомасштабироваться под нагрузкой у нас. Я заранее уже исследовал производительность нашего тестового приложения, чтобы сэкономить время, и давайте посмотрим его результаты. Для этого откроем тест и посмотрим. Вот так вот выглядит производительность сервиса тест на измерение максимальной производительности тестового приложения, когда он был развернут без автомасштабирования, и это нагрузка, по сути, на один инстанс. Этому инстансу было выделено два ядра процессора и 2 гигабайта памяти. И нагрузка подавалась ступенчатой. Вот мы видим здесь, что в районе на шаге где-то с 900 рпс до 1000 рпс у нас тайминга сервиса очень резко деградировали. Если до того, как у нас тайминга деградировали, мы видим, например, что половина запросов у нас укладывалась в 5 миллисекунд, то здесь у нас деградация дошла, ну половина запросов дошло до 180 секунд. Это там, сколько, почти в 20 раз, даже больше, да, в 30 раз. Это уже говорит о том, что у нас приложение сильно перегружено, тайминги очень сильно деградировали. Если посмотреть в графике мониторинга, видно будет, что у нас CPU на сервере было на 100% утилизировано. И таким образом мы выяснили, что производительность примерно около 1000 рпс нашего тестового приложения. Теперь давайте вернемся в тот тест, который мы запущем и посмотрим, как у нас сейчас ситуация там развивается. Итак, у нас 700 рпс постоянкой, постоянная нагрузка закончилась, и вот начал плавно расти наш тест, наша нагрузка. И пока у нас тест идет, давайте с вами переключимся на презентацию, и я немножко подробнее расскажу про Яндекс.Облако и про что такое автомасштабированная группа виртуальных машин в Яндекс.Облако. В Яндекс.Облако есть сервис, группа виртуальных машин, у которого есть функциональность автомасштабирования. Вообще при помощи этого сервиса можно описать и развернуть инфраструктуру из одной или нескольких машин и задать критерии автомасштабирования. Есть такое понятие, как целевая метрика. Когда мы настраиваем автомасштабирование, мы говорим, что, например, для нашей группы виртуальных машин мы следим за показателем средней, ну, average CPU, то есть средняя загружка нашего кластера по CPU. И можно ли для нее задать порог. Например, мы в нашем тесте задали порог 60%. И как только у нас средняя загрузка кластера будет больше, чем 60%, у нас запустится механизм автомасштабирования, который будет добавлять нам новых машинных кластеров. Типы масштабирования бывают двух типов. Мы можем добавлять машинки в рамках одной зоны локации условно одного дата-центра, либо мы можем масштабироваться целиком во всем кластере. То есть если у нас три зоны локации, мы можем в каждом кластере добавлять по одной машинке и тем самым увеличить развернув нашего кластера. Также есть такие настройки у группы виртуальных машин, как период стабилизации, это время, в течение которого у нас механизм автомасштабирования смотрит, у нас, например, нагрузка упала, целевая метрика у нас опустилась ниже 60 CPU, и у нас не сразу происходит даунсайз нашего кластера, а только по истечении вот этого периода стабилизации. Он задается там от 1 до 10 минут. Также есть время разогрева, когда мы можем настроить время, когда после разворачивания новой виртуальной машинкой сразу туда будет подаваться новый трафик, либо мы хотим какое-то время, чтобы у нас приложение запустилось, поднялось. Например, мы знаем, что оно у нас после старта новой виртуалки стартует не мгновенно, а нам нужно несколько секунд, чтобы в память подгрузить какие-то данные, а потом только мы начнем отвечать очень быстро. Вот этим временем мы можем задать интервал, когда у нас реально на этот новый инстанс пойдет нагрузка. Также есть промежуток измерения нагрузки. То есть вот этот средний average CPU мы измеряем за некий интервал. То есть это не секундное мгновение значения, а интервал времени, который также меняется от 1 до 10 минут. И максимальный минимальный размер группы задается, соответственно, минимальный размер кластера и также ограничивается сверху. Размер кластера в тот случай, чтобы у нас, если придет большая нагрузка, а каждый новый инстанс все-таки небесплатный стоит денег, чтобы под такой нагрузкой мы все наши деньги не потратили и был какой-то максимальный размер сверху. Так, давайте теперь переключимся на наш тест, на UI-ную часть. И что мы здесь видим? Мы видим, что примерно в районе 1100-1200 рпс у нас началась деградация таймингов под нагрузкой. То есть, скорее всего, наш кластер уже с той нагрузкой, которую мы на нее не подаем. Для того, чтобы понять, что у нас происходит, давайте воспользуемся мониторингом. В Яндекс.Облаке из коробки доступен дашборд, который нам показывает реальную картину того, что у нас под нагрузкой происходит в нашей группе виртуальных машин. Нам здесь на самом деле интересны два графика. Это график под названием автоскейлинг и average CPU utilization. average CPU utilization — это как раз та самая метрика, за которой мы смотрим. И вот эта синегоризонтальная линия — это как раз есть 60% CPU. Это величина нашей таргет-метрики, при превышении которой у нас группа начинает автомасштабироваться. Вот здесь мы видим, что у нас загрузка нашего кластера, средняя загрузка, как раз вышла за эту метрику. И через какое-то время у нас появилась, стали добавляться новая машинка в наш кластер. На старте у нас была одна виртуальная машина в группе. Дальше мы видим, что у нас через какое-то время появилась вторая машинка в группе. И на самом деле должна дальше появиться и третья, и четвертая. Давайте теперь посмотрим на графику CPU и посмотрим, как у нас утилизируется процессор в нашем облаке на машинках. Вот первый самый большой график — это как раз загрузка CPU на нашей самой первой машинке, которая у нас была в начале теста на старте. Здесь мы видим, что потребление CPU дошло почти до 100%. И вот этот вот второй график популярности — это два CPU нашего тестового генератора нагрузки. То есть здесь статистика также видно, сколько у нас агент нашего нагрузочного тестирования потребляет процессора. Также мы на графике видим, что в какой-то момент появились новые данные по потреблению CPU. Это вот в этот момент у нас запустила вторая машинка, которая подключилась к обработке трафика, и вот на нее потихонечку часть запросов стала прилетать, и мы также при помощи второй машинки стали переваривать ту нагрузку, которая прилетает на наш кластер. И дальше здесь уже появляется третья машинка, и скорее всего должна появиться и четвертая. Давайте теперь переключимся на наш тест и посмотрим, как сервис себя чувствует под нагрузкой. Мы видим, что у нас уже тайминги потихоньку начали нормализовываться. Если мы видим, что в моменте деградации у нас время ответа доходило почти до двух секунд, на самом деле это тайминги сервиса у нас выросли в этот момент, но также мы видим, что у нас появился некий процент сетевых кодов ответа с кодом 110. Что такое 110? Это connection timeout со стороны агента до нашего тестового сервера. Это значит, что у нас на стороне клиента, на стороне агента настроено тайм-аут на ожидание ответа 2 секунды, и просто мы за 2 секунды не получили ответ, и считаем такие запросы в тайм-ауте. И как мы видим, что уже ближе к концу теста у нас тайм-ауты практически так же прекратились, то есть под нагрузкой в кластер добавились новые машинки. Это в свою очередь привело к улучшению таймингов и к пропаданию тех самых ошибок. Давайте теперь переключимся на instance группы и посмотрим, что здесь у нас происходит. Ну, мы видим, что у нас размер группы виртуальных машин достиг уже 4, то есть нам 1, 2 и 3 машин было недостаточно, чтобы этот трафик переварить, и вот появилась уже четвертая машина. На самом деле мы уже близки к завершению нашего теста. У нас вот эта линия нагрузки 1500 рпс, она была примерно 4 минуты, вот у нас сейчас падает трафик, он упадет до одного запроса в секунду, и мы на графиках должны увидеть, как ровно те инстансы, которые мы подняли, поскольку у нас нагрузка упала и значение целевой метрики у нас уже опустилось ниже 60%, у нас размер группы также начнет схлопываться, и он вернется к изначальному одному инстансу, который был и в самом начале. Да, ну вот ровно это и произошло. Итак, если говорить о том, зачем я все это показал, и почему это вообще нужно нагрузочным тестировщикам, и что мы вообще здесь с вами делаем. Так, давайте вернемся к презентации. Во-первых, мы не просто тестируем тестовые сервисы в каких-то идеальных условиях, там в условиях инсталляции одной машинки. Очень полезно думать о том, как наше тестовое приложение будет переживать в реальной жизни нагрузки, и какие вообще к ней могут прилетать нагрузки. Поэтому иногда бывает очень полезно протестировать в реальных боевых условиях. Вот если мы живем в облаке, используем инструмент автомасштабирования, развернули кластер, подали на него нагрузку с агента и посмотрели, как в реальной жизни у нас вообще работает этот механизм автомасштабирования или нет. И вообще то поведение, которое мы видим под нагрузкой в продакшене, оно соответствует нашим ожиданиям или нет, или можно что-то подкрутить. А крутить здесь на самом деле есть много чего. Вот вся эта инсталляция в данном случае, она жила под балансерами, но балансер у нас был не application load balancer, а network load balancer. То есть он балансировал нагрузку между инстансами не по запросам, а по коннектам. Вот, поэтому если внимательные слушатели обратят внимание, если мы посмотрим на график нагрузки по CPU, мы видим, что после того, как новые машинки у нас добавлялись в кластер, на них нагрузка прилетала меньше, чем на ту самую первую машинку, даже уже, казалось бы, когда у нас четыре машины в кластере. Это как раз из-за того, что в данном примере я использовал NLB, то есть network load balancer, и он коннекты не совсем честно между машинками балансирует. Поэтому если мы в реальной жизни, например, хотим добиться того, чтобы трафик у нас равномерно между серверами распределялся, нам лучше перейти на связку, ну, на application load balancer, и тогда мы будем иметь одинаковую утилизацию ресурсов внутри одного кластера. Вот. И также, если мы такие нагрузочные тесты проводим, мы не просто как бы выступаем нагрузочными тестировщиками и выдаем результаты на основе каких-то синтетических тестов, но мы также и, во-первых, смотрим, как это живет в реальном продакшен-среде, и уже можем в дальнейшем, после того, как сервис запустится, и отслеживать жизнь в этих реальных продакшен-условиях. И в целом это нам дает большее понимание, представление о том, как мы, на самом деле, сервисы себя чувствуют в реальной жизни и как они переживают пики. И, ну, это некий опыт, который в целом развивает нас как нагрузочных тестировщиков. Ну, и в целом, вот эти вот данные, они могут, ну, дополнительную информацию дают команде эксплуатации тем, кто отвечает за жизнь сервисов продакшен, там, команде SRE и другим людям, которые принимают решение о том, как конфигурировать наш продакшен-кластер, и для них эта информация также полезна. И в целом, что в итоге хочется сказать, что нужно все время помнить о пиках нагрузки, которые могут прилетать на ваше тестовое приложение или на некий новый сервис, который вы только что запускаетесь. И нужно все время иметь какой-то план на тот случай, если вдруг такой пик прилетел, что вам нужно делать. Если вы вдруг живете на инсталляциях каких-то железных, у вас должен быть план, как быстро подсунуть, подключить к балансеру железку, да, и суметь пережить этот пик, и вы этот должны отрепетировать и проверить до того, как к вам прилетит нагрузка. Ну, либо если вы используете, в частности, Яндекс.Облако для того, чтобы разворачивать инсталляцию вашего приложения, то пользуйтесь существующими инструментами автомасштабирования, которые большинство работы сделают за вас, определяют момент роста пиковой нагрузки, отрисадят у вас кластер для нужного размера, и тем самым ваши пользователи будут на самом деле меньше страдать, и в целом сервис будет чувствовать себя лучше. Ну, здесь у меня были заколонаны демо-слайды на тот случай, вдруг если наше облако по несчастливому стечению обстоятельств не захотелось бы сейчас работать, но это ровно те самые слайды, которые мы видели во время лайв-демо с ростом пиком нагрузки, с ошибками и со статистикой по кластеру. На этом все. Пользуйтесь нашим сервисом. Вот здесь вот есть ссылка QR-кода на наш чатик в Телеграме, где мы саппортим пользователей нашего Яндекс.Лоу-тестинга облачного. Приходите, пользуйтесь, задавайте вопросы. Спасибо большое за доклад. У нас в чате уже есть достаточно много вопросов. Давайте, наверное, начнем, если есть вопросы с зала. Так. Давай тогда задам вопрос из чата. Не боитесь ли вы, что вашими генераторами воспользуются в не совсем благонанежных целях? Например, начнут кого-нибудь дедосить или накручивают счетчики просмотров? Ну, хороший вопрос. Нет, не боимся. Почему? Потому что на самом деле люди, которые сейчас занимаются дедосом, на самом деле их ничто не останавливает. Они также могут развернуть, поднять в облаке инсталляцию из нескольких инстансов, руками установить нужные любимые генераторы нагрузки, какую-нибудь флудилку, и всю эту инсталляцию использовать там для дедоса. То есть в этом случае мы им никак не облегчаем жизнь. Поэтому нет, не боимся. И в облаке есть механизмы, которые за такой поразительной активностью следят, и инстансы таких нехороших людей прибивают. Спасибо. Еще вопрос. Какой инструмент лежит в основе нового сервиса? Банк? Ну, под капотом, да, у нас наработаны наши существующие инструменты, инструментарии, которые уже много-много лет мы разрабатываем в Яндексе. И в том числе вот генератор нагрузки, как я упомянул, есть Pandora, которая в основном у нас генерирует трафик, есть Phantom, также есть G-метер, и у нас есть планы дальше-дальше-дальше развивать весь этот инструментарий. И в целом агент, да, он похож в целом на Яндекс.Танк, то, что мы уже ранее выпускали в Open Source. Я думаю, многим этот инструмент уже знаком. О, вопрос из зала появился. Здесь второй ряд. Здравствуйте. Спасибо за доклад, в первую очередь. А во вторую интересует, как авторизационные данные прокидываются. То есть вы грузили все из файла, там прямо зашиты токены должны быть, или есть какие-то более удобные средства? В данном случае, ну, в моем тестовом примере никакой авторизации не было, да, но здесь, поскольку вы разворачиваете Яндекс.Облако внутри своего, как бы, своей облачной инсталляции, да, то есть у вас в это облако вы средствами разграничения прав доступа разрешаете логиниться и смотрите там только тем, кого вы знаете, да, то есть вашему, там, коллегам, там, внутри вашей компании есть какие-то авторизационные данные, вы можете их, например, сохранить в S3 и настроить права доступа к этим данным, к этому бакету в Object Storage в S3. Ну, то есть это какими-то дополнительными инструментами делается, да, сейчас там через UI еще как-то нельзя прокинуть и генерировать. Да, 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 я могу показать, на самом деле, вот если переключиться в интерфейс Яндекс.Облака, да, и посмотреть, сейчас, секунду, браузер, так, сейчас, если открыть UI, у нас вот есть раздел с агентами, да, где мы создаем генераторы нагрузки, есть тестовые данные, вот есть хранилище тестовых данных. Здесь можно создать любой Object Storage в вашем, внутри вашего облака и уже, если мы, например, перейдем и посмотрим, а, в своем облаке у меня здесь нет Object Storage. Ну, в общем, да, можете уже инструментами сервиса Object Storage можно настраивать право доступа вот к тем тестам данных, которые вы туда залили. Понял, спасибо большое. Так, есть еще в зале вопросы? О, еще вопросы появились. Спасибо за доклад, а скажите, пожалуйста, у вас есть какой-то механизм, ну, дифов нагрузочного тестирования, допустим, мы изменили приложение, да, и хотим посмотреть разницу, которая, ну, ощутима она или нет, или все осталось по-прежнему. Ну, если есть пример какой-то, вот именно диф нагрузочных графиков. Спасибо. На данный момент времени вот это функциональное сравнение тестов не реализовано, то есть, если вы зайдете и посмотрите список тестов, здесь просто отдельный отчет по каждому тесту, вот, но мы сейчас работаем над сравнением тестов, когда можно будет извинять часть и накликать несколько тестов, да, и в удобном виде, в табличном формате и в графическом на один график наложить данные из разных тестов и сравнять их между собой. Это буквально вот функциональность, которая вот-вот скоро выйдет, и такое сравнение будет доступно прямо из UI. Я правильно понимаю, что вот на грузочное тестирование можно выгрозить какой-то cc файл или что-то в виде таблицы и просто по каждому тесту, да, и самому где-то, а, ну вот, да? Ну, в принципе, да, то есть вот после завершения нагрузочного теста у нас есть не только графики о том, как шел, да, весь тест, но можно переключиться на вкладку таблицы, посмотреть все табличные данные. Тут есть статистика по квантилям, по каждому запросу, если вы используете теги и каким-то образом уникальным помечаете каждый тип запроса определенным тегом, также можно по тегово посмотреть всю эту статистику, и она здесь, ну, в таблице доступна. Ну, как вариант, пока мы это сравнение не добавили, можно вручную, да, сравнивать, визуально открыв на разных вкладках теста, да, или просто свести это в какую-то одну таблицу, но когда мы добавим функциональные сравнения, это, конечно, гораздо удобнее станет. И плюс, также у нас во время должно появиться API, при помощи которой по каждому тесту можно будет вытащить данные и уже там любым удобным вам способом через API, получив эти данные, сделать какую-то отдельность букву инструмент сравнения. А скажите, вот агенты, их можно как бы по расписанию запускать, чтобы обеспечить, ну, что-то в виде continuous integration или как-то триггернуть по расписанию? Ну, как я говорил, что со временем у нас уже в ближайшее время появится API, да, через который можно будет не просто создавать агенты нагрузочного тестирования, но и навешивать на них задания в виде тестов. Вот, то есть, в принципе, если у вас уже есть какой-то CICD там процесс, в рамках которого вы хотите просто добавить одним из этапов создания теста, дожидаться его результатов и потом на основе его результатов принимать какое-то решение, то для вас это будет просто как вызов API, который у нас внутри будет создавать тест и уже в зависимости от результатов вы там дальше двигаете ваш pipeline, деплойитесь там в production, либо если все плохо, то, ну, стопайте pipeline, там, пересоздаете тест заново, ну, то есть, такая логика. Есть еще, так, сколько у нас по времени? Еще 8 минут. Тогда давайте, вопросы с чата. Ой. Да, пожалуйста. Да, после вопроса с чата. Да, хотел спросить про профилирование. Есть какой-нибудь инструмент для профилирования и вообще инструмент для оптимизации вот уже приложения, которое там под капотом, да, на ноги крутится? Расскажите, пожалуйста. Ну, здесь пока в данный момент мы из коробки никаких инструментов профилирования не предоставляем, то есть все, что вы делаете обычным образом где-то у себя там на своих тестовых машинках раньше, можно, в принципе, делать все и сейчас, да. В любой контейнер, там, в том числе в агенты, в любой институт, зайти по SSH и запустить любую там утилитку и под нагрузкой там попрофилировать удобным вам способом. Вот такой способ. Окей, спасибо большое. Еще вопрос. Можно ли подавать нагрузку не с одной машины, не с одного агента, а с нескольких одновременно, то есть распределенный нагрузочный тест? Да, очень хороший вопрос. Я как раз про это не хотел, ну, не сказал, а хотел сказать. В данном случае форма создания теста, она выглядит следующим образом. А, так, сейчас теста, не агента. Мы создаем тест, ну, или повторяем. И здесь вот у нас есть форма выбора. В данном случае у меня в моем облаке поднят только один агент, и я ставлю здесь галочку, да, его использовать. Но если бы у меня здесь было создано несколько агентов, можно выбрать все эти агенты, и тогда наш нагрузочный тест запустится одновременно с нескольких агентов. В этом случае у нас каждый агент получает конфиг нагрузочного тестирования, да, который мы здесь описываем, и генерит нагрузку на наш тестовый сервис. А потом, когда все эти три теста завершатся, у нас запускается процесс агрегации, который три результата агрегирует в один, и в итоге мы в отчете будем иметь один тест, в котором будут суммироваться все данные со всех агентов, которые мы выбрали. То есть такой мультитест, да, эта функциональность, она уже есть, и можно одновременно запускать тесты более чем с одного агента. У нас появился вопрос из зала. Не совсем именно по этой теме вопрос, но соседний. Если, допустим, в компании имеется какая-то система, где происходят релизы приложений, и там есть тестовые планы, там есть SDL, например, у вас есть какая-то нативная интеграция с какими-то из подобных систем. Ну, то есть чтобы результаты от этого тестирования доходили куда-то в карточке релиза или еще куда-то? Ну, как я уже говорил, один из способов интеграции, например, через API, который у нас в ближайшее время появится, и вы можете как создавать агентов, запускать тесты, так же и подтягивать потом результаты ваших тестов через это API куда-то к вам, и уже на основе этих результатов принимать какие-то решения. Вот сходу я такой пример придумал. Не знаю, насколько я ответил на ваш вопрос. Окей. А тут еще вопрос. А какие протоколы поддерживает сейчас инструмент для создания нагрузки? Ну, основной генератор нагрузки у нас Pandora. Из коробки у нас есть HTTP-нагрузка и GRPC протокол мы поддерживаем. Но, в принципе, генератор нагрузки Pandora позволяет вам писать какие-то кастомные пушки на языке Go, и вы можете реализовать любую кастомную пушку, используя библиотеки, которые вам Go из коробки предоставляют, а там может быть любой протокол. В принципе, реализовывать такие кастом-генераторы нагрузки несложно. И у нас даже Pandora выложена в Open Source на GitHub. Есть примеры пушек, например, под веб-сокеты. Если вы тестируете какие-то движки чатов, отправка, получение слушаний сообщений, то там прям есть готовый пример, как можно при помощи веб-сокетов тестировать ваш тестовый сервис. Спасибо. Так, еще вопрос из чата. То есть, ты показал достаточно простой нагрузочный тест, но чаще всего нагрузочный тестирование — это какие-то сложные сценарии на десятки шагов. Есть ли у вас какие-то инструменты для поддержки подобного поведения? Да, про сценарную логику здесь это очень интересная тема. Действительно, этот тест достаточно плоский, когда у нас запросы независимы друг от друга, и такая у нас генератор трафика простых запросов, которые никак связаны с друг другом. В случае, если вам нужна какая-то сценарная логика, в принципе, сейчас агент может поддерживать запуск G-метра. То есть, если вы используете G-метр и при помощи него гоняете запускать свои тесты, также ваш G-метровый сценарий можно подключить к нашему агенту и при помощи G-метра запустить тест. Это возможно. Также у нас есть планы развивать генератор нагрузки Pandora основной, который мы сейчас активно развиваем. И у нас есть планы добавить внутрь Пандоры некую сценарную логику, то есть будет какой-то DSL, на котором можно будет эту логику описывать, похожую на то, что возможно есть в G-метре, когда вы описываете запрос, описываете то, что вы делаете с этим запросом, обогащаете заголовки запроса, например, какими-то данными, какими-то переменами, парасите ответа, проверяете результат. Вот такая вот возможность такой сценарной логики в Pandora, надеемся, в ближайшее время появится и ее также можно будет использовать. Спасибо. Еще вопрос из чата. Инструмент должен находиться в том же кластере, где и нагружаемый сервис. Какие там могут быть ограничения? В принципе, сейчас агенты нагрузочного тестирования можно запустить не только в облаке. Про это я тоже не сказал, но это одна из интересных фичей, когда вы можете развернуть агента где-то снаружи, например, не знаю, в АВСе. У нас есть возможность взять Docker образ, поднять его в АВСе и, по сути, сервис Яндекс.Лоу-тестинга будет здесь использоваться как место, куда этот агент будет лить отчеты и показывать результаты, поскольку инфраструктура у вас, например, ваше тестовое продолжение тоже может быть жить в АВСе. В этом случае вы просто пользуетесь отчетами, но весь трафик и вся нагрузка у вас ходит где-то снаружи. Даже если это не внешнее облако, это может быть какая-то внешняя железная инсталляция, это тоже возможно. То есть агент может жить не только внутри облака, но также и снаружи. А вот еще вопрос от меня. То есть я могу взять этот образ агента, как-то докрутить туда каких-нибудь своих плагинчиков для интеграции со своими сервисами и точно так же запускать в самом Яндекс.Облаке или там в том же АВСе? Или такое вы запрещаете делать? То есть ты немножко пропатишь наш образ докерный, да, и просто руками поднимешь. Например, плагинов в Яндекс.Танк добавить со своей логикой? Ну чисто теоретически, мне кажется, такое сработает. То есть я не вижу здесь каких-то проблем. То есть когда ты приходишь, я поднял свой агент, авторизуешься у нас в сервисе, там особым образом получаешь токен, и вот у тебя запускается процесс, который в нашем сервисе себя авторизует. А что уже тебе там сбоку, какие еще ты прикрутил плагины? То есть я могу, например, указать ссылку на новый образ при создании агента, какой использовать? Или сейчас такое заблокировано? Нет, при создании агента мы сейчас в коробке, когда ты через UI тыкаешь создать агента, используется наш образ. Но если ты возьмешь этот образ, который мы выложили для внешних агентов, каким-то образом его доработаешь и пойдешь в компьютеринстанс, ну в компьютеринстанс, ну в компьютере создашь инстанс с докером пропатченным на докерхабе, который у тебя лежит, который будет уметь, например, регистрировать также в нашем сервисе, то такое теоретически возможно. Но это я сейчас на ходу придумываю, надо этот вариант проверить. Но кажется, что это будет работать. Спасибо большое за интересный доклад. Если у кого остались вопросы, перемещайся в дискуссионную зону. У нас еще есть несколько вопросов из чата, на которые мы не ответили. Спасибо. 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 Спасибо.